Русселье, Русселье, Гваделупе Но почему сегодня, Дон Карлос, почему именно сегодня? Не знаю, Луиза договаривалась на сегодня, но я не понимаю Зачем Луиза хочет забрать Гваделупе в этот дом, если всегда ее ненавидела, делала все возможное, чтобы уничтожить? Не понимаю, почему вы ее не остановили? Почему сидели сложа руки? Почему вы ей не помешали? Альфредо, вы знаете Луизу, вы хорошо ее знаете, кроме того, она занималась всем, не посвящая в это меня Я только знаю, что сегодня нужно забрать Гваделупу и привезти ее сюда, но это абсурдно, чего она добивается? Она всегда хотела уничтожить ее, избавиться от нее, она ее ненавидит Почему вы ничего не делаете, Дон Карлос? Думаю, тот факт, что Гваделупа вернется в семью, пойдет ей на пользу, это не причинит ей вреда Кроме того, за то время, пока она была в лечебнице, она значительно поправилась, и здесь дома может поправиться окончательно Но здесь Луиза, и мы тоже, Альфредо Мы ее семья, и мы любим ее Все вместе мы о ней позаботимся Более того, Луиза согласилась нанять медсестру, которая бы занималась ею Может, одной из тех, кто ухаживает за ней сейчас, и прекрасно знает, как с ней обращаться Не знаю Я не согласен, чтобы Гваделупа была в этом доме, когда Луиза... Вашего согласия никто не спрашивает Карлос, как ты позволил этому человеку войти в этот дом? Но, Луиза... Я вам категорически запретила появляться здесь, так что убирайтесь немедленно Послушайте, Луиза, предупреждаю, если вы предпримете что-нибудь против Гваделупа... Я не вношу угроз, Альфредо Не хочу видеть здесь предателя, Бон из моего дома Сира, вышвырни отсюда этот мусор Пинком под зад Пинком? Я? Идем, Карлос, нас ждет шофер Альфредо, я сожалею Не беспокойтесь, Дон Карлос Я тоже буду там, когда Гваделупа уйдет из лечебницы Господи, как тяжела жизнь дома у правительницы Господа, встали сегодня не с той ноги Ты очень взволнована, мама, что случилось? Что с тобой? Ради бога, Перла, переставь устраивать допрос, мне не до этого Мама, ну я не понимаю Что за нелепость позвонить мне сегодня? Именно сегодня И что с того, что я позвонила сегодня? Что происходит? Ты по-прежнему будешь спрашивать, Перле? Я тебе сказала, ничего Мама, ты так безразлична ко мне Ты выталкиваешь меня из своей жизни Всякий раз, когда я звоню, у тебя находятся причины, чтобы не говорить со мной Ты что, не понимаешь, что я занята? Но ты должна выслушать меня, мама Я в отчаянии, чувствую себя одинокой, мне плохо Я в ссылке, вдали от тебя, от Альфредо, от людей, которых люблю Иногда мне кажется, что я схожу с ума Я целыми днями плачу Ожидая твоего звонка Но ты не звонишь А когда это делаю я, ты меня отвергаешь Так не стоит жить Перла, оставь драматизм Со мной это не сработает Ты молода Выходи Заведи новых друзей Развлекайся, но там Забудь о возвращении, Перла Забудь Здесь тебе нечего делать Мама, прошу тебя Я тебе сказала, что я занята, Перла У меня масса проблем, и я не могу заниматься тобой Мама, мне нужно... Прощай, Перла Приближается момент Луиза уже должна быть там Теперь никто не сможет спасти проклятую Гваделупа Самбрану Я имею право знать, кто разрешил перевод Гваделупа Вы не имеете никакого права Вы пациентки никто Я ее муж Бывший муж А вот это не ваше дело В любом случае, я хочу знать, кто разрешил перевод Гваделупа Это частный вопрос Кроме того, пациентка уйдет не одна Она будет со своей семьей Безумие позволит этой женщине забрать ее Синьора Самбрану и ее тетя имеют полное право сделать это Кроме того Синьора Самбрану настоящая дама Это ложь, придуманная Луизой Самбрану Ни один врач не может дать разрешение забрать Гваделупа отсюда Ошибаетесь, синьор Доктор Феррер дал разрешение Доктор Феррер? Я сейчас же пойду поговорю с ним Его нет Раз его нет, значит, я ему позвоню Вы забываетесь, вы не имеете права Я вас предупреждаю Я не позволю, чтобы Гваделупа попала в руки Луизы Самбрану Проходите Гваделупа Дорогая, за тобой пришли Она еще спит Я ее разбужу Гваделупа Гваделупа Идем, нам пора идти Что это значит? Ее нет Господи, где может быть Гваделупа? Она сбежала, Карлос, ушла отсюда Вы позволили ей уйти Нет Уверяю вас, нет Клянусь, отсюда никто не может выйти Она где-то спряталась Гваделупа 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 Гваделупа, не будь ребенком, выходи Я знаю, что ты спряталась Гваделупа Все бесполезно, не продолжайте Очевидно, что ее нет Но это невозможно Вы за это ответите Я хочу знать, где Гваделупа Здесь, в этом здании Это невозможно, чтобы она сбежала Она должна быть здесь Но где? Где она может быть? Ее нужно найти Ее нужно немедленно найти Идем, Луиза Буду тебе благодарен, Алехандро, за все, что ты сможешь сделать Да, я не могу понять этого перевода И к тому же такого неожиданного Пожалуйста Буду тебе благодарен за все, что ты сможешь сделать Вы не имеете права вмешиваться в распоряжение нашего заведения Это вам дорого обойдется Предупреждаю Да, да, синьорита Мне нужно поговорить с доктором Феррером Ее нет, Гваделупа нет Как это Гваделупа нет? Ее нет, Альфредо, нет Это невозможно, чтобы она сбежала отсюда Где Гваделупа? Я требую объяснений Не знаю, о чем вы говорите, синьора Что это за игра? Чего вы добиваетесь? Скрывай от меня племянницу Синьора, клянусь, я ничего не понимаю Господи, Ракель, она сбежала Гваделупа сбежала Что? Это невозможно Я тоже не хотела верить, но это правда Когда мы пришли за ней в палату, ее там не было Но ты мне сказала, что ты ее видела, сказала, что она спит Она меня провела Положила под одеяло несколько подушек, чтобы я считала, что она в постели Но, увы, Гваделупы нет в палате Она пропала Ее нужно найти, она где-то спряталась Я уже искала, ее нигде нет Ты плохо искала, она не могла уйти, ты это знаешь Нужно найти ее Но, Ракель, она не могла убежать, идем Обыщем все до последнего угла, но Гваделупа найдем Пошли Не понимаю, где может быть Гваделупа? Карлос Попыталась улизнуть Эта девушка всегда создает проблемы, где бы она ни была Но на этот раз у нее ничего не получится Медсестры будут ее искать, пока не найдут Они правы Это невозможно, чтобы Гваделупа исчезла Чтобы она убежала, это невозможно Боже мой Это невозможно Я немного опоздала, потому что зашла кое-что купить для Лупы Купила две баночки кокосового варенья и одну из гуаявы Лупы всегда была сладкоежкой И мама велела купить ей сладости Не знаю, как Лупы не толстеют Я начинаю набирать вес, лишь посмотрев на сладости Во сколько у нас следание? Я не дождусь, когда увижу Лупы В последнее время ей лучше Рикардо, что случилось? Это невероятно Возникла какая-то проблема? Может, Гваделупы? Сегодня Лупы не может принимать посетителей Я говорил по телефону с сестрой Ракель Она мне сказала, что, к сожалению, не может дать разрешение Но в любом случае, чуть позже я ей снова позвоню Именно сегодня я уже отпросилась у сеньора Инфанте Может, как ты говоришь, мы увидим ее попозже? Что ты так смотришь? Что-то случилось? Качита, я сделал ужасное открытие Нужно помешать Добрый день Добрый день Добрый день Приятно видеть вас здесь День будет хорошим, если утром увидишь красивое лицо Спасибо С вашего позволения я вас оставлю Вы уходите не потому, что я пришел? Нет, у меня много работы С вашего позволения Если будут новости, сразу сообщи мне Сегодня знаменательный день Я буду очень занят, но игра стоит свечи Потому что наконец-то сегодня будет решено множество проблем Пожалуй, нет адвоката Здесь есть кое-что, что вас заинтересует Не сейчас, Руис Я слишком занят Так что буду вам благодарен Если вы оставите меня одного Это очень важное дело Потом, Руис Потом Я вам сказал, сейчас у меня нет времени Будет лучше, если вы его найдете Как видите, организация Самбрано используется для осуществления операций по наркобизнесу Недавно созданная экспортная компания Это фиктивная компания Со связями в трех латиноамериканских странах Как вы получили эту информацию? Приказал провести аудиторскую проверку Мы делаем это периодически Пожалуй, я превысил свои полномочия Но в связи с обстоятельствами Напротив, напротив Напротив, вы проделали блестящую работу, Руис Луиса Самбрано не дала мне времени Чтобы вникнуть во все детали И представляете, какая проблема свалилась на нас Но, к счастью В организации есть вы Вы не только отлично справляетесь со своей работой Но и вникаете во все дела Благодаря вам Мы не будем втянуты в такое мерзкое дело Как наркотики Спасибо, что поставили меня в известность, Руис Я лично займусь этим вопросом Сообщу Луизе и Мы должны немедленно сообщить властям, доктор Арам Да, конечно, Руис Но не стоит торопиться Решая эту проблему Не нужно подводить добрые имя организации И такой уважаемой фамилии, как Самбрано Вы так не считаете? Более того, у меня есть связи в полиции Не могу уладить все это таким образом, что... Нет, полиция здесь ни при чем Нужно сообщить в департамент по борьбе с наркотиками В Деа Пожалуйста, Руис Давайте подойдем к этому вопросу со спокойствием В конце концов, я адвокат и знаю, как нужно решать такие дела Если не сообщите вы, то это сделаю я, Руис Не торопитесь Нужно действовать спокойно Спокойно, адвокат Наша организация втянута в самое чудовищное Самое гнусное Самое мерзкое дело Наркотики губят нашу молодежь Уничтожают целые страны Тягивая в эту сферу учреждения И растаптывая важнейшие ценности И наша организация невольно оказалась втянутой в это Мы не можем сидеть, ложа руки И позволить, чтобы это и дальше продолжалось, адвокат Разумеется Разумеется, нет Я обещаю, что лично займусь этим вопросом прямо сейчас Подождите меня в своем офисе Я вас проинформирую о предпринятых шагах Хорошо, я буду у себя в офисе Но предупреждаю Если не решитесь вы Я сам сообщу властям о том, что происходит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это я, сеньор У нас серьезные неприятности Кое-кто раскрыл операцию Да, сеньор Он работает здесь Мне нужна помощь Требуется ваше вмешательство Спасибо, сеньор Проклятие Слушаю Да, тигр, это я Медсестры задерживаются, сеньор Что делать? Они уже давно должны были выйти? Неважно Неважно Жди столько, сколько понадобится Но, сеньор Послушай На меня свалилась масса проблем Не беспокой меня, если это не нечто срочное Ты знаешь, что нужно делать Когда закончишь Приезжай ко мне Да, сеньор Тигр Помни, я хочу, чтобы ты сам Сделал это дело Я хочу, чтобы ты лично Занялся медсестрами Да, сеньор Сделай это с большим удовольствием Оставь его Ракель, ты же видишь Он не может проснуться Говори, мельзавец, говори Где Агвадалупа? Говори, пёс Это бесполезно, Ракелю Он не реагирует Он это сделает Видишь? Этот человек Напился до полусмерти Реагируй, пёс Говори, проклятый Оставь его Он слишком пьян, Ракель Просыпайся Просыпайся, где она? Это ты, верно? Это ты помог ей Ракель, он тебя не слышит Это он, Гленда Он Гудова-то ничего бы не сделала без его помощи Этот проклятый должен всё знать Говори, говори, пёс Ракель, идём Мы больше не можем терять времени Нам нужно скрыться Пойми, будет проведено расследование Чтобы выяснить, что произошло с Гудалупой Нас не должно быть здесь, когда придёт полиция Ты знаешь, пёс Ты знаешь, говори Нас ждёт шофёр Оранго Мы больше не можем задерживаться Нам нужно идти, пойми Оставь его Нужно спасаться самим В любом случае Гудалупа исчезла Этого и хотела Оранго А теперь нужно исчезнуть нам Идём же Идём, прошу тебя Скорее Гудалупа была права Адвокат Оранго – убийца Адвокат Оранго – убийца Адвокат Оранго – убийца Продолжение следует... 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 Откровенно говоря, я надеюсь, что разводиться не придется Мне бы хотелось, чтобы они полагали Чтобы каждая осознала свою роль И чтобы они научились вести себя цивилизованно Ты меня понимаешь? Конечно Это немного эгоистичная позиция с твоей стороны Нет, подожди, подожди, давай по порядку Если не эгоизм, это цивилизация Сегодня, когда человечество так продвинулось Не должно быть места низменным потасовкам Ты смотришь фильмы, читаешь журналы Там ты можешь найти массу примеров, как себя ведут цивилизованные люди Пойми, Антонио, пойми Когда люди из высшего общества развертятся Они устраивают праздник Ты не веришь, что это так, но так должно быть Я придерживаюсь старых взглядов Для меня семья, брак, это нечто другое Я знаю тысячу примеров, подобных моему И все у них хорошо Конечно, супруга, жена Должна показать пример уважения А ты знаешь, какая Алисия? Она слишком импульсивная, агрессивная Она пинает бедную Дориту Которая так страдает от оскорбления Алисии И все же, Серхио, что ты собираешься делать? Как ты решишь эту проблему? Не знаю, я не хочу доводить дело до развода Ты же знаешь, я считаю, это будет плохо для детей Пойдет им во вред Серхио, твои дети уже выросли И сами устраивают свою жизнь А кроме того, ты уже дедушка Именно поэтому я должен подумать и о Алисии Она моя внучка Она такая красивая, что они Ангел, куколка, которую хочет съесть Серхио, я не из тех, кто поощряет развод Я считаю, что браку всегда нужно дать еще один шанс Нужно думать о детях Но в вашем случае это излишне Вы с Алисией должны решить, хотите ли остаться вместе Но вы сами Не используя детей как предлог Ты согласен? Да, да Думаю, да, но Я пришел поговорить с тобой не о моих личных проблемах Постепенно я их решу Я пришел потому, что Меня беспокоит организация Самбран Особенно из-за Луизы Я хочу знать твое мнение Мое мнение, о чем? Недавно я разговаривал с Луизой Так как снова хочу вложить деньги в организацию И что? Она мне показалась немного странной Начала нести ахинею У нее очень странные идеи Она хочет вкладывать в Латинскую Америку Размещать деньги в Латинской Америке И мне это совсем не нравится Меня тоже не привлекает эта идея Не из-за самих капиталовложений А из-за тех дел, которые они планируют Все покрыто туманом Но теперь все решает Одна Луиза Послушай, Антонио Между нами Ты ее знаешь лучше других Это ни для кого не секрет У нее в порядке с головой? Доктор Феррер выдал ей свидетельство Подожди, подожди, забудь о бумагах При чем здесь свидетельство? Бумага выдержит все, что на ней напишешь Я хочу знать твое мнение Потому что она мне показалась возбужденной Бегущей со скоростью 100 миль в час Мне это кажется странным Она меня настораживает Мне кажется, Луиза не в порядке Господи А я собирался отдать мои деньги в ее руки Такой кошмар Луизу переполняет злоба Жажда мести Она действует безрассудно У нее даже вышла ссора с Алехандро И она выгнала его из дома Подожди, подожди Выгнала твоего сына из дома? Как это возможно? А как же Даниэла? Даниэла ушла с ним Сейчас она живет в моем доме Какой кошмар Кто там? Это я Открыто Привожу все в порядок Я попросила шофера привезти кое-какие вещи Самое необходимое Хотя бы на первое время Хочешь, я тебе помогу? Нет, я сама справлюсь Анжела Спасибо Что позволила мне остаться Не благодари меня Ты хорошо знаешь, что я не хотела принимать тебя здесь Но Я тебя приняла, потому что у меня не было другого выхода Антонио почти заставил меня А Алехандро пригрозил уйти из этого дома, если я тебя не приму Только поэтому я уступила против своей воли Как ты жестока ко мне Я искренна, Даниэла Я не стану притворяться, что мне приятно твое присутствие Это было бы лицемерием с моей стороны Но ложь и обман не в моем характере Ты несправедлива У тебя ошибочное суждение обо мне Ты воображаешь то, чего нет на самом деле Нет, дочка Я бы хотела, чтобы было так Но я знаю, что не ошибаюсь Алехандро, ты можешь убедить своими сказками о невиновности Но я тебя видела Я тебя видела с этим типом Анжела У меня ничего нет, Сроки Я не изменяю Алехандро Нет? И где же ты была, когда все считали, что ты в университете? Чем занималась? С кем ты была? Ответь Анжела, пожалуйста Не настраивай против меня Не заставляй Алехандро не доверять мне Это делаю не я, а ты сама Он единственный мужчина в моей жизни Он единственный, кого я всегда любила С детства Пожалуйста, Анжела Не пытайся нас разлучить Пожалей меня, помоги мне, пожалуйста Если бы ты сделала его счастливым То получила бы и мою поддержку, и мою любовь Но ты не подходишь ему, Баниэла И сломаешь жизнь моему сыну Моему единственному мальчику Я его мать Я не такая мать, как твоя Которой вы все без разницы Она сбежала и точка Я больше не буду обсуждать этот неприятный вопрос Гваделупа неблагодарная Она всегда была такой И этот побег из лечебницы Еще одно подтверждение ее неуважения ко мне Луиза, пожалуйста Но как она могла убежать из лечебницы? И куда? По логике, она должна была появиться здесь Но она не пришла Я не думаю, что она придет, Диана Мне кажется, Гваделупа не хочет о нас знать Если это так, даже лучше Но она оказывается в проигрыше Как она сбежала, папа? Неизвестно, дочка Когда мы пришли за ней И ее не было в палате Она оставила на кровати подушки Чтобы создать видимость, что она спит И это все, что мы знаем Она могла уйти ночью В любое время Господи, куда могла пойти эта девушка? Бедная синьора Гваделупа Но хватит Достаточно комментариев Не знаю, почему вы так удивляетесь Гваделупа сумасшедшая Именно поэтому она сбежала из психушки В какой-то мере это даже лучше Ясно, что эта неблагодарная не заслуживает Ни нашего внимания, ни нашей заботы Ни того времени, которое я потеряла Чтобы получить разрешение вытащить ее оттуда Все всегда были на ее стороне Теперь вы видите, что я была права Видите, как она отплатила за мою заботу Ради Бога, Луиза, не говори так о Гваделупе Помню, что бедняжка не в своем уме Она не отвечает за свои поступки Замолчи, Карлос Не возражай мне даже в мыслях Понятно? Ну, хватит Больше не будем говорить о Гваделупе Здесь ничего не произошло Эдельмира Обед подашь ровно в 12.30 Поговори с Сирой, попроси у нее меню Во всем повинуйся ей Понятно? Да Да, синьора С вашего позволения Что-то случилось, Виолетта? Или ты собираешься стоять так весь день? Нет, синьора С вашего позволения Ладно Я буду в библиотеке У меня слишком много работы Нужно решить более важные дела Чем проблема Гваделупа И ее побег Папа, это невероятно Да Я прихожу в замешательство Не знаю, что думать о Луизе Она вдруг становится великодушной Понимающей А через минуту снова Жестокая, безжалостная Кто знает, что творится в ее голове? Пожалуй, это даже лучше Чтобы Гваделупа сбежала Здесь она была бы пленницей мамы А хуже этого ничего не может быть Не говори так, сынок Гваделупа подвергается опасности Не забывай о ее состоянии Она не может сама о себе позаботиться Альфредо? Он должен знать, что происходит Я ему позвоню и расскажу Не нужно, Диана, не нужно Он все знает Сейчас он в лечебнице выясняет детали Не понимаю Видишь ли, Альфредо был не согласен Что Гваделупа окажется под покровительством Луизы И в последний момент пытался помешать этому Он разыскивал доктора Феррера Когда мы узнали, что Гваделупа сбежала Сейчас он в полном замешательстве Бедный Альфредо Но что он делает в лечебнице, если Гваделупа там нет? Сейчас начнется расследование Альфредо позвонил Харри Этот полицейский займется поисками Гваделупа Поиски могут быть бесконечными Могут продолжаться несколько дней Мы даже точно не знаем, где искать Патрисия Это может принадлежать Гваделупе Да, но тебе не кажется это странным? Как она могла сбежать? И никто этого не заметил Наверное, кто-то помог ей сбежать Но кто? Не знаю Может быть даже хуже Ей не помогли, а заставили убежать Это намного хуже Я не могу забыть лицо Альфредо Сначала он загадочным образом теряет сына А теперь Гваделупа Похоже, он обречен терять людей, которых любит И это очень странно Ничего нет Лейтенант Патрисия Пошли Патрисия Вероятно, Гваделупа вошла в реку Бедная девушка Патрисия Патрисия, пожалуйста Немедленно вызывай поисковую группу Будем искать и в воде, и на суше Это 2-4-0-1 Нам нужна поисковая группа Сектор 53 Мы находимся у бассейна реки Майами На высоте примерно 156 Пожалуйста, срочно вышлите поисковую группу Гваделупа в реку Майами Гваделупе